Это вопрос о соотношении либерализма и консерватизма. Конечно, отдельный совершенно вопрос, но он немножко прилегает к тому, о чем мы говорили. Смотрите, вот период, когда Союз вступил в жесткий кризис. Давайте свяжем это с 1986 годом, с Чернобыльской катастрофой. Видимо, Чернобыль и был точкой невозврата для Союза. И в течение довольно длительного времени, где-то около 30 лет, был период, который я бы назвал либерально-демократическим раем. Я в данном случае цитирую Лой Джорджа, который ситуацию с организацией Месопотамской кампании назвал военным раем. Ехидно написав, что военные решали все проблемы сами, гражданские специалисты не лезли в их дела. И с этой точки зрения у военного было все просто как в Эдеме, вот как они хотели, так и делалось. Результат был, в общем, довольно страшный. Так вот, у нас где-то около 30 лет фактически альтернативы либерально-демократической картине мира и концу истории вообще-то не было. И это касалось Европы, США, России, Китая, ну, собственно, всего мира. Во что это вывелось? Была сделана глобализация. Кстати, очень неплохо сделана. И работало все это нормально. Возросло качество и уровень жизни. Но вот, внимание, вопрос. Мы говорим часто, что либерально-демократическая структура позволяет осуществлять быстрый прогресс. Внимание, вопрос. За эти 30 лет, что было сделано в области познания? Расшифровка генома, да, но это всего лишь использование новых технологий компьютера к задаче, которая с точки зрения теории была решена в 60-е годы. Сами компьютеры и интернет были созданы в период жесткой борьбы сверхдержав и в это время лишь внедрились в жизнь. И мы видим очень интересную вещь. Либерально-демократический мир – это резкое возрастание качества жизни, менее резкое возрастание уровня жизни, довольно заметное снижение смысла жизни. Но при этом, да, с точки зрения производства довольно многое делается, но в рамках уже существующих паттернов. С точки зрения познания движение практически равно нулю. В итоге получается довольно интересная модель. Похоже на то, что либерально-демократический режим – это такой усилитель-повторитель цивилизации. То есть что-то было сделано в период автократических режимов борьбы сверхдержав, войны и так далее, было изобретено, придумано, использовано в войне. А потом приходит либеральная демократия и из этого делает новые паттерны жизни. Но в какой-то момент времени у вас наработки заканчиваются, которые можно дальше превращать в образы жизни. И вот похоже именно это сейчас и произошло. Отсюда довольно интересный вывод. Конца истории не будет. Либерально-демократический режим, даже когда у нас нет фазового кризиса и вообще все в мире хорошо, это просто часть нормальной работы двухтактного социального двигателя. Сначала изобретаем что-то для войны, и это автократические режимы, а потом приспосабливаем это для образа жизни. И вот здесь действительно нет альтернативы либеральной демократии. И это, между прочим, еще одна сторона происходящих событий. Война России и Украины в любом случае, в том числе и в рамках идей НАТО, все равно возвращает нас к соперничеству и борьбе сверхдержав, к автократическим режимам. А тем самым, как это не грустно признать, вот теперь нам нужно ждать новых открытий, новых возможностей, которые в 70-е и 80-е годы нашего века, при хорошем раскладе и коротких темных веках, будут реализовываться и сильно поменяют нашу жизнь.